Ферму Норина начали строить ровно год назад. И вот оно новоселье. На просторных пастбищах агропромышленного холдинга Мираторг будут пастись свыше 3,5 тысяч австралийских абердин-ангусов. Ни одно из животных во время долгого вояжа через океан не пострадало. Прогоняли их, считали, обсматривали хорошо. Два у нас ветврача был, один районный, один наш. Поэтому они будут в месяц как бы наблюдать за ними, вместе с нашими ветврачами. Наша задача максимально выделить тёлочек, которые больные конъюнктивитом, чтобы наши австралийские ветврачи их лечили. Как бы они месяц отвечают за этот скот. Тёлочкам сейчас по 14 месяцев. Ближайший отёл ожидается здесь ближе к следующему лету. А пока племенное поголовье на карантине. Животным предстоит перенести ряд необходимых прививок и процедур для лучшей адаптации к брянским условиям. К слову, часть бурёнок во время транспортировки заболели конъюнктивитом. Глаза животным будут лечить лучшие ветеринары. Круглосуточную вахту на пастбищах несут ответственные контролёры Мираторга. А руководит всем этим масштабным хозяйством девушка Оксана Дерюга. Не часто встретишь на фермах Мираторга управляющую представительницу прекрасного пола. Вообще я с Харькова. И поэтому у нас там животноводство вымирает, а у вас оно развивается. У нас тут два домика, там все условия у нас как бы созданы. И я поселилась на ферме, потому что это выгодно и удобно. Здесь бывают такие ситуации, что приходится в любой момент выйти к животным. К слову, помимо Норина, скот из Австралии доставили уже на фермы красные косары в Амглинском районе, акуличи Клетнянского муниципального образования и на ферму Воронок Стародубского района. А уже в третьей декаде июня в Брянск область запланировано прибытие следующей партии животных. На этот раз из Штатов. 4,5 тысячи голов крупного рогатого скота поселятся на ферме Рубча Жирятинского района. Всего же на сегодняшний день по голове Мироторга в Брянской области более 115 тысяч голов, из которых 25,5 тысяч телята. Татьяна Глазова, Дмитрий Комаров. События. Жирятинский район.